Московская международная книжная выставка Ярмаха 2018, 5 сентября, день первый. Еще раз всем добрый день, мы продолжаем нашу работу. И сейчас мы поговорим о книге Льва Данилкина «Ленин. Письмо тотемами». Собственно, сам автор этой книги, Александр Данилович Данилович, со мной сейчас находится. И также представлю генерального директора АО «Молодая гвардия» Валентина Федоровича Юркина. Валентина Федоровича, я знаю, что вы пристально следите за ленинской темой. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, должное ли внимание было уделено столетию Великого Октября? И вообще, насколько осмыслен вклад Ленина в отечественную и мировую историю? Дорогие друзья, я бы хотел бы особенно с большим вниманием, чем обычно, просьба микрофон проводить. Спасибо. Большим чувством начать, вот я на сегодняшний встречу, Сергей Геннадьевич, нас ведущий, уже опытный, уже вынотовевший, он просто сказал, давайте поговорим о книге о Ленине. Я бы хотел сообщить вам о том, что большинство молодых людей, которые здесь на стенде работали, имеют очень большой стаж. На всякий случай сообщаю, что серия «Жить замечательных людей» исполнилась 128 лет. И скоро будет такая важная дата, когда исполнится, уже будут реализованы, напечатаны и сделаны две тысячи уникальных томов. Дорогие друзья, я эти цифры называю только потому, что через наши руки проходило большое количество важных, очень серьезных, объемистых и содержательных изданий. Но я, это некоторое небольшое предисловие, делаю только потому, что то, что мы встретились с изданием работы Льва Александровича, это нечто яблочное. Ну, во-первых, герой, выдающийся деятель 20-го и 21-го веков. Громадные свершения, чудовищная сложность, огромное количество кредитов, лжи, интерпретаций, причем это продолжалось целыми десятилетиями. Если иногда случались вполне приличные, как говорят, издания, то они тонули вот в этом мутном потоке анти-Ленина. И со всех прочих зрений это было плохо. Это позор для нации, когда выдающихся человеку представляют как карикатуру. Это огромная социально-политическая несправедливость, совершенная Лениным, ничего подобного в мировой истории нет. Мы можем перечислять героев со времен он их, с антики, с Египта и так далее, но то, что автор, вот то, что сейчас уже в новейших условиях подробно писал, это производит огромное впечатление. И здесь нельзя сказать об авторе, Египте Александровича, с которым отношения с молодой гвардией сложились уже по первой его книге именно в молодой гвардии, это была книга Юрия Гагарина. Вы знаете, даже о цветов Юрии Гагарине были разные роды издания, в том числе в паскве, рисующие эту тюрьму, так сказать, неправильно. И когда эта книга появилась в издательстве Магадарии в армии, и когда мы обратились к власть имущим, с таким вопросом, молодая гвардия может издать книгу в 3000 экземпляров, России будет стыдно, что в год полета в космос, вот мы выходим в мир с этим тиражом. Надо сказать, что нашлись даже во власти, что бывает редко, люди, которые нам оказали помощь, и книга, когда вышла тиражом 20 тысяч экземпляров, что для нынешнего времена является достаточно выдающейся результатом. И, дорогие друзья, когда Лев Александрович работал над этой книгой, вы знаете, даже такая деталь, структулезность, точность, стереоскопичный взгляд на этого героя, включая до того, что однажды он попросил помочь ему вступить в отряд космонавтов. Я заявляю, что в советское время, когда молодая партия издавала всех космонавтов, дружила с Юрой Сечем Гагариной, мы этот вопрос решили бы очень просто. Сейчас это сложно. Но Лев Александрович совершает прыжок с парашютом, чтобы ощутить эту невесомость, философию этого состояния, с тем, чтобы точнее написать в одну книгу. Мы были очень рады этому успеху. Но когда мы подписали договор на создание книг о Ленине, каюсь, многие из молнивердейцев в состоянии большой неудеянности. Вы можете представить, а я по глазам чувствую здесь, очень много людей осознанно пришли именно на эту встречу. Именно с Данилки, ну и на эту книгу. 55 томов в полном собрании сочлене Валерий Ильича Ленина. Нет труда. Автор ответит, сколько надо времени, чтобы прочитать. Но это ленинский текст. Какой-то простой, предельно простой. Но есть философские тетрадины, есть развитие капитализма в России. Это вообще чудовищная сумасшедшая работа. Поэтому Левый Александрович посвятил своей единственной жизни пять лет на вот эту работу. Там первое наше издание звучало так. Нету я сейчас много новых слов. Не все мы их успеваем освоить. Но речь идет о том, что Владимир Ильич Шенин очень много путешествий. И Лев Александрович, вынужден был побывать во всех этих местах. И не просто понаблюдать тот... Вот ту ситуацию, ту остановку, которая когда-то была в Ленинге, Ленин везде работает. Поэтому вот лично меня, как читателя, поразило то, что сложнейшие ленинские работы Лев Александрович интерпретируют для современного читателя удивительно корректно, точно и максимально доступно. Это тоже очень важно, потому что, как нам представляет страна за последние десятилетия, в теоретическом образовании очень сильно подопустилась. И для того, чтобы быть доступным, Лев Александрович сделал многое для этого. Я боюсь злоупотребить ваше внимание. Почти последнее, о чем я хотел бы сказать. Рецензии, отпрыки, отзывы, их уже число более 100, мы получаем до сих пор. И поражает, что оказывается, сегодня в Российской Федерации еще немало людей, которые, во-первых, не просто читают, а читают, осваивают очень сложные тексты. Более того, они нам и автору, и вызнательство сообщают об этом. И в этой связи, знаете, каждый из нас читатель со своими привычками. И, наблюдая за собой, мне показалось, что по этому трубу можно скользнуть по поверхности, но если отдельно прочитать два, три, четыре вот этих разгонутых рецензий, то мы более основательно будем готовы по чтению этого, я не побоюсь этого слова, великого труда. Такое случается, даже в молодой главе, чрезвычайно редко. Я, Александр Иванович, от имени очень заинтересованных, я всех называю молодогвардейцами, я вас приветствую, поздравляю с такой работой. Вы действительно совершили, не побоимся этого слова, подвиг. Потому что эта работа, может быть, через 50-100 лет появятся исследователи, которые еще раз будут пересматривать эту тигуру. Но пройти мимо издания Дмитрия Александровича не позволит. Еще раз поздравляю и удачи вам во всем. Спасибо, Алексей Михайлович. Спасибо, Алексей Михайлович. Несколько слов, может быть, скажете ответной речи? Мне, конечно, очень приятно видеть вас, конечно, очень приятно, с вами Дмитрия Александровича, все эти слова, которые не вполне, конечно, услужены. Должен сказать только одну вещь, что я оказался вынужден написать книгу про персонажа, про человека, про героя, про которые написаны сотни тысяч других книг, среди которых есть выдающиеся, есть много пропагандистских странных изданий, а есть выдающиеся образцы географического жанра. И единственное, что мне оставалось делать, это придумать какой-то такой вот язык, свой собственный, о котором раньше в этих миллионах книг мне не рассказывали. Это, на самом деле, наверное, я придумал какой-то язык, который не факт, что адекватный, который не вызывает аллергии у людей, который не кажется вульгарным. И я думаю, самому мне тоже никогда там не нравилось это книга, потому что в тот момент, когда ты отдаешь книгу в печать, через 10 минут ты выясняешь, что все нужно было написать совсем не так. И ровно поэтому не могу перечитывать эту книгу, не могу сказать, что с ней, как она смотрится глазами кого-то еще. Но факт, что удивительно, что она вызвала какой-то такой странный интерес. она получила премию книга года и премию «Большая книга». И это особенно странно, потому что сейчас на глазах происходит, по сути, поведение Ленина изобращения. И с каждым, я наблюдаю за эту ситуацию, с каждым месяцем в России все меньше остается каких-то классов, социальных групп, статусных групп, которые выстраивали свою идентичность через Ленина, которым нужен был бы Ленин. Оказались в стране, которой не нужны революции. И, соответственно, революционное прошлое скорее становится обузой и проблемой, как отмечать этот столетний юбилей революции, как к нему относиться в стране, которая позиционирует себя как область стабильности. Тем более я благодарен, что даже в такой ситуации у этой книги находится читатель страшно во-первых, приятно как человеку, который сочинил это, а во-вторых, мне приятно за героя этого книга, что он по-прежнему все-таки у отдельных людей по крайней мере вызывает интерес. Мне кажется, что вся история не только XX века, но и то, что произойдет с Россией в ближайшем будущем, может быть расшифровано, прочитано через Ленина, что Ленин является ключом на самом деле не к прошлому, а к будущему. Поэтому наверное интересно потратить какое-то количество времени, какое-то количество лет на контакт с этой гигантской такой планетой с Лениной. Спасибо. Леонид Александрович, 5 лет вы писали книгу, потом была победа в самой престижной премии «Большая книга», и вы говорили, что размышления о Ленине для вас не закончились. Планируете ли вообще писать еще что-то на ленинскую тему? Я, собственно говоря, был уверен, что в тот момент, когда я расстанусь это рукопище, я больше никогда не буду заниматься ничем связанным с Лениной. Конечно, я обнаружил, что я живу, вот эта странная инерция по-прежнему несется в те же места, где опять продолжают мотаться по иностранным ленинским местам, которые совсем уже как бы не нужны на самом деле, да, потому что книга написана и чего с ней еще произойдет. Но на самом деле это гигантская такая ленинская вселенная, которая исследована какой-то может быть там самый какой-то небольшой уголов, да, какое-то бесконечное количество миров, которые там существуют, они вот доступны, да, и чем больше читаешь там про что-то вокруг связанное с Лениной, тем больше понимаешь, что есть куда еще. То есть возможно, возможно, я все-таки как бы сорвусь от резьбы и опять-таки вернусь куда-то, куда-то, куда же. Хотя, еще раз говорю, я не хотел бы оставаться над жизнью в автоматной книге. Но вы не устали от ленинской темы вообще-то? Нет такого чувства? Нет, это вообще не тот персонаж, который может надоесть, правда, вы можете там, я до сих пор условно говоря могу там в лифте, только звучит как это абсурдом и дикостью есть в телефоне как собрание чтения Ленина могу там перечитать пока жду чего-нибудь или пока еду куда-нибудь как бы не знаю «Политажная революция» или «Негаткаловская». И еще раз говорю, это как это род сумасшествия, но вот да, он по крайней мере не отпускает. Леонид Александрович, считали ли вы сколько интервью вы дали в течение 2017-2018 годов? Было ли что-то для вас интересное для вас именно? Что-то вы вынесли из них? Слушай, ну это такая публичная деятельность, которая вообще когда ты там подпишешь книгу писательскую, она такая одиночная какая-то работа, где ты ни с кем не встречаешься, ты там теряешь социальные контакты, навыки и так далее. Поэтому когда возникает какой-то интерес в новом писательском статусе, конечно, ты ведешься на это и ты начинаешь выстраивать коммуникацию. Конечно, я уже более-менее представляю, что интересно в этой книге люди, почему они пролистывают наверное 50 страниц про второй съезд РСДП и там с интересом читают две странички, которые посвящены отношениям Ленина и Неси Федоровна Арман. Но еще раз говорю, я воспринимаю себя исключительно в качестве какого-то такого медиума, который конечно рассказывает, который удовлетворяет интерес публики исключительно к фигури самого Ленина. И конечно это так и назвался Груздем произойдет в газете «Вселенная Жизелла» вы хотите сказать, что это? На одной из встреч сам Лев Александрович сформулировал следующий момент. Он сказал «Есть загадка Ленина». И сам примерно сформулировал в некоторых моментах эти загадки. Человек политический деятель в течение десяти лет живет за границей. Постоянно работает теоретически, практически по созданию партии и так далее, и так далее. Затем он в апреле появляется во всех целях петербурбациях в Петербурге в Петрограде. И через десять месяцев он становится причем в это время была гигантская пелетническая компания, штаб, германский штаб, покупка Якова Ленин и так далее. И вдруг через несколько месяцев он становится премьером гигантского государства, которое до этого называлось Царской Империей. Вот Илья Александрович, как Вы отвечаете на эту загадку? Вообще, да, конечно, для сочинителя, для билетриста, для Гайфа Ленина это невероятно удачный сюжет. Это история про то, как самая маленькая в истории человеческой группы людей добилась самых крупных политических успехов. Да, вот эта группа большевиков, которая оказалась превратилась в эту гигантскую гигантскую гуманистическую партию. Мне кажется, это связано с не с какими-то мистическими особенностями личности Ленина. Я думаю, это просто человек, который был готов, он был единственным, оказался в тот момент в момент кризиса в 17-м году кто был подготовлен, кто знал, откуда взялся в этой кризисе, и что не случайно самое популярное до революции работы Ленина называлось «Что делать?» Он был человек, который не готовил революцию, но который лучше всех оказался готов к революции. Эта готовность связана с его опытом не только политикой, но и философом на самом деле. Он придумал технологию анализа действительности, которая позволяла ему предсказывать ближайшее будущее. Это анализ философских, диалектический анализ противоречий, которым он обладел совершенствами по крайней мере лучше, чем кто-либо из других живущих его политиков современников, а позволил ему предсказывать, что будет. Тот был человек, который в апреле приехал в Россию и сказал, что это воевласти, которое восстановилось, в котором все аплодировали, Сталина и Каменев, которые выпускали «Правду», они прекрасно налаживали отношения с временным правительством. Ленин тот человек, который знал, что сама ситуация воевласти непременно выльется в какой-то конфликт. Вот Ленин тот человек, который всегда знал, что люди не одинаковые, люди разные. Даже если сейчас они находятся в полном согласии друг с другом, то в какой-то момент наступит кризисная ситуация и он знал, какие группы людей, какие стороны будут двигаться. Вот в этом есть неожиданная политика. Я хотел только упомянуть, что в газете «Вселенная Жизел», которая сейчас перед вами лежит, мы опубликовали лицензию на вашу книгу, которая выходила в челябинской газете «Танкоград». Лето Александрович, и с этим вопросом, наверняка вы сами собирали отпрыки на вашу книгу со всей страны и из-за рубежа. Было ли там что-то интересное, что-то удивительное? Конечно, эта книга вызывает чаще всего альюрию, альюрию. Это связано прежде всего с тем, что с тем языком, который мы написали. Я придумал так, ничего же, я не мог писать, не получилось написать еще двухмиллионную книгу о Ленине, так как она должна была быть написана. Мне пришлось придумать какой-то язык, о котором раньше о Ленине никто не хотел говорить. Мне пришлось придумать какую-то фигуру рассказчика, который не к сему ни в городу очень многих раздражает, что эта книга есть какая-то помимо Ленина есть какая-то вторая фигура, которая нужна мне, на самом деле, как опорная, чтобы устраивать как бы и отношения между сегодняшним днем и Ленинской эпохой. Рассказчик не вполне яходин, похож на меня. Отчасти эта книга не только о приключениях Ленина, но и о приключениях того-то рассказчика, который оказывается в тяну и о приключениях в тяну и о приключениях не вполне классической географии. Конечно же, часто вызывает недоумение, я очень хорошо осознаю, как написана какая-то рецензия на лутеринде, что эта книга невозможно писать, потому что она сплошной круглок с мистических противоречий. это выдел, что меняется комплимент, что эта книга написана странным языком, потому что любой писатель, смысл деятельности писателей это художественное преломление действительности или какой-то другой истории. Художественное не художественное, но ключевое слово преломление, искажение. И, конечно, поскольку многих людей предполагают, что у них есть монополия на Ленина, конечно, это вызывает книга частенько чудовищное раздражение, но честно, не у кого, мне кажется, нет монополии на Ленина. Каждый может взять эти пара 655 томов и написать свою собственную версию Драграфи Ленина. Искрыт ответвленный. Дядь Александрович, ваша книга о Ленине выходила и в серии Жезел. Жезел сейчас стоит на пороге уже 2000-го выпуска. Планируется, что в этот 2000-й выпуск войдут 20 очерков, которые работают с разными авторами. Насколько я знаю, вы хотели бы написать такой ротчик о бывании бабушки и персонаж из Ленинского окружения. Почему именно о нем? Я не знаю, правда ли, что это я напишу текст именно о бабушке, но из всех я прошел кучу мемуаров за эти годы и самое сильное впечатление пожалуй произвели из не имеющих даже прямого отношения с Ленингом мемуары бабушки потому что вы понимаете ради чего все эти люди раскопали своими жизнями почему они не просто прозвали свою жизнь как все для нас капитализм это какой-то торговый центр в котором можно прийти и купить новую версию телефон это система которая позволяет вам пользоваться благами современного высокотехнологичного мира а 100 лет назад 120-130 капитализм был какой-то бездушный ужасный чудовищный фабрик из прутов как уборь в матере это система которая заставляла их работать по 16-18 часов я только недавно вспоминал про бабушкина что у него руки были в таких мозолях у него такая как лишня как у краба и на несколько месяцев по какой-то травме он выбыл из работы и не смог вернуться как он стал революционером не смог вернуться к работе у слесаря по металлу потому что не было достаточно он утратил вот эти чудовищные мозоли и поэтому при каждой попытке приступить заново к работе он кровь себе резал эти руки вот больше такой был капитализм как раз та книжка те мемуары которые которые лучше всего из прочитанного наверное дают представление почему все эти люди вели себя таким странным непонятным для нас образом что скоро пройдет год с тех пор как вам была вручена премия большая книга нет ли сейчас какой-то в душе обиды что скоро будет объявлен новый победитель и уже не будете себя ощущать в зените славы это конечно это странное ощущение когда я понимаю что короля на час но я всегда очень хорошо осознавал что это то что я сказал на самом деле когда я узнал кто победитель в это премии я оказался в такой группе смерти потому что все люди которые со мной оказались на этом подиуме в этом шорт везде это были все те люди про которые я буду читать литературным гритиком и писал рецензии я знаю прекрасный калибр это все стояли Крупанова Донусальникова это все великие превосходные писатели которые в высшей степени заслуживали того чтобы оказаться на моем месте но это такая условность которая конечно же в какой-то момент заканчивается и общество нужны какие-то иногда общество нужна как правду олень иногда какая-то такая вымысль про горнозамодскую цивилизацию в зависимости от цифры в календаре иметь по-другому в ряду в общем это такая конечно такая вещь которая случается раз в жизни я просто веду с удовольствием вы ощутили какой-то хачок в своей популярности может появилось чувство что теперь уже все всем удалось доказать критикам в зависимости нет я делал как и многие наверное люди которые там что-то пишут я социопат и контакт с людьми не является как стандартной ситуацией поэтому я не могу долго испытывать от этого невероятное удовольствие я просто признателен что много людей может быть отчасти благодаря этой книге заинтересовались фигуры Ленина это полезная вещь спасибо уважаемые читатели если есть какие-то вопросы мнения реплики комментарии с удовольствием передам микрофон можете задать Льву Александровичу ваш вопрос подписать подписать это конечно давайте подписываем друзья мы с вашей гипот участвовали своего личного опыта и мы изучали по цитатам кузов зацепляем усилисты на степени что даже не станет никакой ситуации это все отвращало например нам меня очень выгодны и выгодны потом выгодны ваши книги для меня лично опыт еще и понаути что я горжула салавут и что выгодны в самом начале месяца мой лет это жаркое лето как сейчас рожкинская площадь была заполнена парашютой которая издала значит как посел читая ленина где все вот эти вот частично из зарубежных прессов частично и факты подлинные но как они были поздны это было сумасшедшее какое-то время и вдруг появляется в журнале вопросы КПСС и это глава и две разгромные рецензии кандидата науку и доктора науку я звоню все науку Владимир Людмилович вы понимаете сейчас вас из партии выгонят все вот здесь как это вы однажды зная что вот а он спокойно сказал Людмила Александровна а вы что хотели чтобы вы все на меня написали и не зная текста а я просто давать текст вот пусть люди прочь плавят и сделают рыбу и это была куча большая но надо сказать что журнал Новый мир залыген тогда это глава не стал пуча не стал владимир здесь нужно сделать историю и почему вы все время пишете они но вы жители партии вы увидите у вас профиль такой который на перси идет сюда или который в кармане вот тогда уже это была заворубка и я подумала что надо прочитать и вы знаете для меня это нужно для вас было открытие и скажу что у меня все как бы убедило переубедило и я все и считаю чтобы правильно написали это таким языком когда я по поручению издательства недавно вашу книгу представляла в огромном магазине Тверской Москва товароведы только молодежь и задавали вопрос и перед удивлением языком вашим жалобам что вас там не было а я не на все могла ответить вот поэт советский Борис Лучкий по-моему о вашей книге это написал и к вам ко всем относится надо думать а не улыбаться надо книжки трудные читать надо проверять и уживаться мнением мы слишком мнение не слишком почитать мелкие пожизненные хлопоты подобычи сладок и деньжат в жизни но опыт нет ненадежат вот моего через ваши книги не принадлежат надеюсь и ко вашему надеюсь и ко всем читателям читайте книгу надо думать а не улыбаться надо книжки трудные читать спасибо за дружность улыбаться есть что ответить есть еще вопросы Важно, я много лет уже не являюсь критикой, в частности, и вообще я довольно долго проработал по этой части, но одна из особенностей этой прописи состоит в том, что ты в какой-то момент должен сделать выбор, либо ты по-честному отделяешь литературу от литературы, либо ты в какой-то момент рано липозами обрастаешь связями, знакомствами, и возникает такая вещь, которая называется «коррупция дружбы». Да, и ему несколько раз приходилось поднимать отношения, из-за того, что это интересно, с ним интересно общаться. Это не те люди, когда вы пишете про мобильный телефон, у вас не возникают никаких отношений с этими объектами, вы не влюбляетесь в них. Отписатели, конечно, влюбляетесь. Это тяжело держать эту дистанцию. И, собственно, вот одна из причин того, что существует на довольно-таки вот ромокритик, который был этот ромокритик всю жизнь, ромокрит действующий, который писал бы прямо там каждый день. Поэтому вот издержка этой профессии является ее как футболистом и долговечностью. Скорее, вам спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Почувствую вам дарить о книгу, потому что книга, перевернулась пальмами с заверными оленями. Несмотря на то, что реальность закончил Казахстанской мистер, у меня была очень серьезная. Иногда, а учреждение, и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы окнимаетесь в этой образовательные процессы, которые были представлены в Геннадии 2-й планете 19-го века, и то, что вы прошили, это все, это понятно, потому что рубрика меняется ваше отношение к кем-то, как вы честны в этом плане. Я читала то, что вы действительно и сами сведеете в нашей планете 19-го века. И вот, скажите, пожалуйста, потому что я когда-то здесь как же писала, как раз, по второй планете 19-го века, и этих сведений, какие у вас сведения, они как вам идут, хотя я занималась когда-то неким шансом. Скажите, пожалуйста. Спасибо, там очень важный момент, спасибо, что вы отметили, что меняется отношение рассказчика, не мое, на самом деле, я знал, про что я пишу, а меняется по ходу второй сюжетной книги, то, как отношение рассказчика меняется к герою. Кто испытывает отвращение, то, наоборот, невероятную теплоту и так далее, да, и это важная вещь. Про то, как создается какой-то событийный контекст, ну, просто вы начинаете, помимо, конечно, началось с того, что я читал там собрание начинений только Ленина, но потом, когда ты осознаешь, что ты не понимаешь, эти тексты не слипаются, поэтому все рекоменды не понимаешь обстоятельств, в которых они написаны. Да, и поэтому начинаешь там читать бесконечное количество мемуаров и вылавливать там какие-то, какие-то детали, которые... Да и не значит, что ты должен представить героя, персонажа как продуктом обстоятельств эпохи, но читатель, вот, читатель должен понимать, какая-то камера, какой-то Go Pro, которая стоит у героя, и он видит не только то, что то, что имеет непосредственное отношение к его, там, основной деятельности, но и вокруг, в общем, это мемуары, мемуары, и, наверное, я вытепил что-то такое, что вам, может быть, в этом случае не попалось. Ну, я хочу сказать, что... Больше не так, спасибо. Говорится, что он писал, когда он еще... Мне кажется, что мы писали. И вот это просто... Вот это умение... Ленин тоже будет добавляться. Это всё... Жизнь, это есть... Бротик какой-то конечный, это... В философских вещах... Это всё, мне кажется, было... Важный момент следует в том, что, во-первых, у Ленина было классическое образование. У него было больше латыни, чем математика, там, русского языка и так далее. И это даёт, когда же, определённый тип мышления, да, вот бессмысленная как бы наука. Как бы бессмысленная, как бы мёртвые языки. Это первое. Во-вторых, про писательство... Вы знаете, что в Ленине дальше, там, в 18-м году в графе анкеты, в графе профессии писал литератор. И что РСДП была, это, по сути, там, партия литераторов. Там огромное количество... Именно это была странным образом, как писательская партия, которая выиграла политическую борьбу в России, что тоже любопытно. 48% учебников времени в гимназиях отдавались языковым дисциплиникам, словесным. А про Бушкина было 8 словесных людей. Таких, как Лепорик, в церковной лицеи. Кстати, лицею было 6 в России. Так что эта школа формирования лицеводорожного языка в течение почти всего века. Поэтому он это ощутил. И образование было на лице направлено. К сожалению, это сейчас не так. Спасибо. Я думаю, Ленин, спасибо. Вообще, на самом деле, хай, у него есть несколько текстов. Он обычно пишет тексты быстро, но ему некогда отделывать. У него есть несколько текстов, которые написаны не на коленке, а немножко, ну, как бы, отделаны. И это такое, вот, не случайно, в советские времена, там, зачитывая, заучивая наизусть какая-то программа. Для него умеется это химически. У Ленина есть какие-то прям выдающиеся, вот такие настоящие литературные шедевры. Их не очень много, но есть. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем Ольгу Данилкину. И перейдем ко второму сессии. Спасибо огромное.